Друзья, всем привет! Это я на ледниковом периоде был, а сейчас я в Сочи уже. Да, друзья, меня зовут Костя Лесик, вы смотрите канал Фигурка. Когда вы будете смотреть это видео, я уже буду находиться в городе Сочи, где на этой неделе проходит долгожданный Гран-при России по фигурному катанию. Но перед тем, как улетать в Южный город, я в Москве сходил на шоу «Ледниковый период», где поговорил с ведущим проекта Алексеем Ягудиным. Алексей, как всегда, очень интересно рассказал про соревнования, ледниковый период, предстоящий Гран-при России, а также поделился своим мнением о QR-кодах и вакцинации. В общем, действительно, очень интересное интервью на разные темы, поэтому оставайтесь, смотрите. Но прежде чем мы стартуем, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, включите уведомления, чтобы не пропускать новые интересные видео. А мы погнали! Алексей, финальная часть ледникового периода началась, уже остались такие финалисты, самые сильные пари. Какие-то особые эмоции в связи с этим испытываете? Только радость от того, что я не участник. То есть вижу сейчас кого-то, не так мянивая, что прям... Тяжело? Это реально тяжело. И очень многие не спортсмены часто произносят одну такую уже избитую фразу, что, да, слушайте, это так красиво, и мы реально сюда шли для того, чтобы получить удовольствие. А получается в итоге, что здесь просто адский труд. Прихожу раз в неделю, купаюсь в той работе, которую мне здесь предложили, в роли комментатора предыдущего. Я вот на своем месте очень комфортно. Сегодня Александр Жюлин давал мне интервью и сказал, что его больше всех поразил Федор Федотов, что он прям супер катается, как будто настоящий фигурист. Вак, у вас есть какой-то фаворит среди не фигуристов, среди артистов, кто прям катается топ на топе? Не, ну Федя, Федя однозначно, он ничего придумывать не надо, это все видно. Ну, прям, ну, нереально крутой. И я бы, знаете, еще в последнее время, вот я говорил изначально, что вот Федя Федотов, Кирилл Зайц с Оксаной Домниной и Даней Милоновым, я бы выделял эти три пары. Но, судя по тому, что я вижу последние две недели, даже две-три недели, я бы добавил, не потому что мы живем вместе, а добавил еще пару быт-отмяний на Иване Колесникове. Он из, как он говорит, скажем так, шпала, сколько он, метр девяносто два, вот из этой шпала он превратился в того участника проекта, за которым, когда я смотрю, я уже практически не переживаю. То есть, если раньше прям вот на зубчиках только, чтобы не упал ни вперед, ни назад, сейчас вот сегодня прям очень все комфортно, и они достаточно спокойно, уверенно выступают. Так что вот борьба развернется, я думаю, между этими парами. Ну, естественно, зрительское голосование, там все может быть. Ну, вот Даня Миллофин, вы сказали, что был среди ваших хаворитов, как бы он только оправдывает, да, как бы ожидание, что как бы он видно, что он прогрессирует. Он изначально был хорош, прогрессирует. Если прям про реальный прогресс, это вот опять же тот же Ваня Колесников. Даня изначально еще, когда я его наблюдал в апреле-май, он очень уверенно стоял на коньках. Понятно, что здесь в этом проекте хуже уж точно не становится. И однозначно могу сказать, что он стал тоже увереннее. То есть раньше, особенно на первой съемках, когда случилось падение, и потом, когда его эмоции забирались с собой, то случались какие-то такие погрешности, уже не было больше падений. Понятно, слушайте, здесь даже вот Бородина сегодня Ксюша выступала, ну, прям лучшему. Да. Мы вновь скажем, что, и опять же, ничего не придумывая, что она, ну, ей тяжело. Ну, тяжело всем. Может быть, фигурное катание не ее. Но все равно дать ей должность за работу, за то, что она не отступает вообще нисколечки. Ну, порасстроиться, конечно, в раздевалке. Послушаем. Как бы пять минут проходит, и она говорит, нет, все равно так, пошли, Дима, выбирать новую тему. Ну, то есть, неспокойно. Слушайте, прогрессируйте все. С одной стороны, мы партнеры сборной России по фигурному катанию. С другой, мы просто самые горячие поклонники. Вращайтесь, а мир будет вращаться вокруг вас. Платежная система МИР. С Ильей Авербухом тоже недавно обсуждали такой вопрос, мы задавали очень интересный. Сейчас часто приглашают людей, у которых большая аудитория, да, чтобы они приводили в ледниковый период новых болельщиков и так далее. Вот, наверное, самый популярный человек в России среди молодежи – это Моргенштерн. Вот если бы он появился в ледниковом периоде, как бы вы к такому отнеслись? Да нормально, я это говорил и в самом начале, когда только запускали этот сезон, когда куча всего этого какого-то негатива, особенно по участию Дани Милохина, и что вот, смотрите, сегодня отсняли уже девятый выпуск, и сколько восторженных откликов от его участия. Мне кажется, абсолютно верно говорят члены судейской коллегии о том, что вот они вместе с медведями, казалось бы, да, два одиночника, но все равно у них что-то сложилось, они прям почувствовали друг друга, но они привносят это. Говорим, мы из одной недели в другую, они привносят какой-то вот свежий воздух. Не знаю, вот эта безбашенность и то, что где-то определенных каких-то границ или каких-то направлений, систем, которые бы тебя сдерживали, вот у него они даже напрочь отсутствуют. Знаете, как есть люди, которые просто в одном направлении смотрят, есть люди, которые видят еще там на 180, а он и вот человек такой на 360. Обещаю. Нет, да, не милоню. Но столько было негатива и продолжается, настолько я этого стираю уже. Мы как раз молодцы ребята, что сделали номер на тему хейта на прошлой неделе. Ну, Моргенштерн, ну, все же здесь, знаете, зависит еще от человека. Мы же не знали, кто такой Даня Милохи, но он пришел и поразил на всех. И это абсолютно не наигранно. Наигранность бы прошла через какое-то время, мы бы это почувствовали. А здесь абсолютно искренняя доброта и тепло, которые он изучает. Моргенштерна, честно, лично не знаю. Но здесь люди, знаете, когда в тяжелых условиях, они и раскрываются. Я думаю, что здесь бы узнали, если бы Моргенштерн принял бы участие, кто он такой. Видел рекламу, что вы уже отправляетесь в Сочи на машине. Императрица Елизавета Туктамышева свои 24 года рвется к своей первой олимпиаде. В Сочи отправить на самолете, а вот на машине я иду в аэропорт. Да, ролик записался, мне понравилось. Да, летим, будем комментировать с места событий. Ну, как раз вот найти-то особое ожидание с этим есть, чтобы приезжать туда. Мне единственное радует, когда есть возможность комментировать с места проведения, потому что вживую это воспринимается абсолютно по-другому. Там абсолютно другие эмоции, которые сподвинут тебя для того, чтобы, может быть, более красочно как-то описать то, что ты увидел, то действие. Потому что когда ты сидишь просто в студии Востанкино, но все равно через экран нет этого связи с теми, кто находится на льду. Так что вживую и Сочи прикольно. Еще в Олимпийском азерке. У нас супер состав просто. На Гран-при России будет бесплатить Камилу Валиева, Лиза Туктамышева, Майхромых. Вот потому что мы видели на первом этапе складывается такое ощущение, что Валиева просто где-то в космосе не догнать Ализа и Майя, а претендентки тоже на Олимпийскую сборную. Как вообще старт сезона для этих девочек оцените? Старт хороший, но мы все понимаем, что акцент на Олимпийские игры, которые будут в феврале. И как бы не важен был турнир, который прямо сейчас происходит. На этой неделе, две недели, за три недели. Я про четвертку серии Гран-при. Я про финал Гран-при, который состоится, по-моему, в Японии. Да, в Японии. Все равно цель этого сезона, это Олимпиада. Это те несчастные 3-4 недели, которые приведутся в Китай. Именно там вот как сложится. Знаете, очень много было примеров, когда люди по нескольких раз выиграли чемпионы мира. Но если берем мужское одиночное катание, Курт Браунинг, сколько он четырежды становится чемпионом мира, или трижды, пожалуйста, я лаю стойку. Помогу. Трехкратный чемпион мира, дважды серебряный на Олимпиаде. А есть люди, которые никогда и миру не выигрывают. Например, Якульев выиграл чемпионат Европы, а потом через, даже не буквально в этот сезон, а через несколько лет выигрывают Олимпийские игры. Олимпиада всегда говорил и будет говорить, это турнир, который находится на какой-то другой планете. И ты можешь находиться сейчас в космосе, а, например, а потом тебе может хватить воздух, для того, чтобы дальше оставаться в космосе. Здесь, я думаю, что и тренерские штабы, и Алексей Николаевич Мишин, и Жулин, и Беридзе, и так далее, они все прекрасно знают, с хорошим опытом. Тамара Николаевна Москвина, пожалуйста, здесь выиграет тот, кто, как говорится, правильно выберет ту стратегию, которая будет поступать в этом сезоне. Вы комментировали этапы Франции, и там при Руане Щербаковой было какое-то не самое понятное падение, и вообще много жаловались на лед, как вам кажется? Я слышал, что, да, во Франции жаловались на лед. Вообще, может быть, не знаю, в другую страну как-то перенести, или эта проблема не такая серьезная? Есть прекрасный поговорок о плохом танцору, знаем, какое одно место решает. Сетовать на лед, ну, можно, но, например, я вот помню, что мне, например, в Японии некомфортно выступать из-за того, что в основном мы выступали, и сейчас, по сегодняшнему, нет турнира, там же и происходит. Это стадионы по водным видам спорта, это бассейны, и они заливаются, то есть, делают специальную площадку, накладывается лед сверху, и он очень хрупкий. Мне было некомфортно, что он постоянно проваливался. И, ну, что теперь делать? Например, Ларада Спрингс, но я умирал каждый год в горах выступать, но это же не значит, что надо переносить турнир. Андрей Мазалев просто шикарно выведал произвольную программу, как для вас это стало? Каким-то откровением? Произвольную, да, молодец. я хочу видеть короткие и произвольные программы вместе. Один раз мне как бы, ну что, удивил? Нет, не удивил, потому что, зная Андрея, и я с ним познакомился, по-моему, когда начался прошлый сезон, я уже видел, что ему это под силом. Я видел также, в исполнении его четверной флип, и не раз. Был чистый, исполнил четверной флип. Флипа нет. Ну хорошо, три четверных, браво. Но с чем мы сравниваем? Сравниваем его выступление с тем же Алиевым или нашими? Ну, тогда, слушайте, все великолепны. Если же мы говорим, а все-таки, мне кажется, амбиции у наших спортсменов это только пьедестал Олимпийских игр и чемпионатов Европы, и чемпионатов мира, то мне здесь, кажется, этого недостаточно. Мы видим, насколько уже чуть-чуть ушел мир. Потому что, если мы говорим про мужской одиночной флип. Смотрите, вот Макарь Игнатов сделать четыре четверных. Вроде бы, да, есть историческое достижение, да, но компоненты, это очень многие элементы на первый, второй, третий уровне. Ну, все, вот и проигрывает. А тот же Джейсон Браун, который не владеет, он все остальное делает по четвертому уровню. Плюс ему там дают хорошие баллы, вот тебе, пожалуйста. Ну, и зачем, да, добиться за четыре четверных, если можно быть красивым. Ты попробуй, имея четыре четверных, просто имея четыре четверных, имеет технику, там, скольжение, интерпретация и так далее. Как у Макара Игнатова, легче добиться того, чтобы у тебя были дорожки третьего, четвертого уровня, чтобы у тебя вращение, чтобы ты не терял там баллы. Когда у тебя нет четверных, очень сложно их достать. Ну, смотрите, тоже Алена Косторная. Короткая программа, уровень дорожки, по-моему, был второго уровня на ее первом этапе, сейчас третий. Ну, слушайте, это Алена Косторная. Кому, как не ей, делать дорожки в четвертом уровне. Но факт остается там, где-то что-то не додержало, где-то что-то так, оп, третьего уровня. Теряет баллы. Поэтому Макар Игнатов, где сейчас мы смотрели, как раз у нас были спектакли Анны Карениной, и мы прям там выбегая смотрели. Ну, прекраснейший выдал турнир. Ну, в принципе, что короткое, что произвольная программа. Но опять, ну, зачем? Ну, то есть, нет такого, что как-то ему специально низкие компоненты ставят, все как бы заслужено. плюс парень-новичок, по большому счету, на мировой уровне, может чуть-чуть не держит. Но я, то, что вот 4, да, где-то что-то не докрутил чуть-чуть, где-то другого уровня, и все, и баллы идут вниз. Давайте последний такой вопрос, просто, ну, что-то хочется вас не про фигурное катание спросить. Вот, например, сейчас очень многие города, регионы вводят систему QR-кодов, например, ну, не знаю, нельзя, например, без QR-кода в транспорт войти. И очень много там местных жителей из-за этого возмущаются, что есть такое, типа, разделение на привитых и не привитых. Не было бы этих QR-кодов, если люди прививались. Опять же, я знаю то, что часто говорят в нашей стране, что это все добровольное, но, опять же, я советую прививаться. У меня куча была знакомых, когда люди, общаясь, привитые с непривитыми, те реально лежат в реанимации, а привитые все хорошо. Поэтому, если у нас народ не понимает, а это все делается для них, и знаю и общаюсь с докторами, не только нашими, российскими, все говорят в один голос, что спутник одна из лучших вакцин. И когда тебе дают возможность абсолютно бесплатно для тебя же привиться и как-то сделать так, чтобы мы в очередной раз не закрывались, а у нас либо, как обычно, типа на авось, но когда люди сотнями, тысячами умирают, здесь на авось уже не надо. Поэтому, если люди не понимают, ну вот вводят эти QR-коды в глобальном рассмотрении, да, конечно, это неправильно. Но, с другой стороны, по-другому наш народ не понимает, что нужно прививаться. не понимает, что было ema не понимает, что не понимает, как раз и нам не опасно. Продолжение следует...